ну в общем давай так есть такая условная табличка можно сказать да которая говорит нам откуда люди берут деньги да откуда люди берут или имеется ввиду можно сказать зарабатывают деньги рубли доллары там разная так у нас да ну есть такой условно квадрант киосаки такой один тренер финансам всяким эффективности роберт киосаки вот он такую вещь предложил кстати хорошо почитать на тему финансовой грамотности до школе вообще этому не учат да если только только ты где-то услышишь или родители у него есть у него есть причем финансовая грамотность для подростков даже отдельная книжка написано адаптированная то есть мы просто немножко финансово быть подкованным да потому что в жизнь когда во взрослую ступлю чтобы там сильно не наляпать там ляпа всяких с которых потом выбираться приходится вот первая группа как люди деньги зарабатывают это наемные работники найм да кто это например такие могут быть допустим это учителя в школе до примеру до тебя в школе ну в любой вообще государственной структуре да не знаю пенсионном фонде они работают служба занятости там много разных там органов да либо они работают просто там какая-то фирма они нанялись на работу так и работают вот допустим они с 9 до 6 понедельник пятница вот воскресенье выходной то есть это вы фирме какой-то да или предприятие коммерческая да ну есть еще какие-то мы да вот это найм называется ты получаешь зарплату зарплату тебя есть понятие зарплату да за объем времени потраченного там или объем какого-то труда ты получаешь заработную плату это первый по найму вторая группа это называется самозанятые самозанятые термином пенсионного фонда самозанятое население то это такие то есть они могут что-то делать например ну допустим репетитор да тоже преподаватель да но он вот может предоставить услугу да образовательную и получает за это деньги так но он ни на кого не работает у него нету начальника он сам сам за все отвечает или там я не знаю там ремонт обуви да например ремонт обуви или кто-то умудряется там обслуживание 1С к примеру да ну 1С бухгалтерия есть фирмы бухгалтерские все программы в основном на 1С работают такая программа и их иногда надо там обслуживать туда-сюда есть такие товарищи да в общем предоставляют какую-то услугу да или например частный адвокат да ты его нанял он тебе там помог в каком-то деле да то есть который работает сам на себя или риэлторы есть такое понятие слышал но такие риэлторы то есть они помогают тебе найти там в аренду квартиру или купить квартиру они как бы посредниками являются да ну тут много целой категории суть чем у них нету начальника у них нету начальника так они сами какую-то услугу или что-то производят не на визитки штампует например да фотографии печатает ну сам на себя у него нету людей которые работают на него да я например в этой категории у них есть плюсы то что нету начальников он сам себе график составляет когда ему работа когда не род но есть и минусы например то есть если он заболел никто то ему больничный оплачивать не будет он сам должен позаботиться об этом да отпускных у него тоже нет тоже он должен сам себе заработать на отпускные да такие вещи третья категория это бизнесмены бизнесмен кто такой бизнесмен у него есть какой-то фирма да допустим он предлагает тебе по путешествовать где-то да бюро путешествий некая бюро путешествий он начальник считается у него есть нанял несколько работников на себя вот из этой категории да и они на него работают у него нету зарплаты у него есть доход да то есть он что-то потратил что-то получил вот разница доход да ну или какая-то другая фирма да производство это может быть вот уже чуть посерьезнее да у него есть наемные работники которые здесь так это бизнесмен называется да вот но это еще не все да есть четвертая категория это инвесторы кто такие инвесторы да у них есть какая-то сумма денег пришел к нему какой-то товарищ говорит вот есть классная идея давай вот так вот так сделаем такое предприятие там куда сюда туда сюда и заработаем денег послушал послушал ну давай ну для начала же там надо что-то закупить там оборудование там аренда кого-то нанять туда и сюда и перри-пыры растопыры да вот он может сами не работать хотя частично может участвовать но может принципе этого не делать вот к нему пришел бизнесмен говорит есть идея давай вот так но мне нужны стартовый капитал денег надо понял вот он проинвестировал там проливали какую-то часть он получил а может и прогорел из понятия венчурные инвесторы они в 10 проектов сразу вкладывают допустим 8 прогорело то есть деньги он потерял но два из них окупили все 10 есть такие ну и прочее вот эти сейчас очень много трейдингом занимаются да акции там продают покупают в принципе это тоже вот сюда относится да они типа инвестируют потом получают но могут также и прогореть но это не чисто инвесторы вот эти трейдеры которые торгуют да немножко на них похоже да они немножко похожи на самозанятые то они покупают там продают но основные инвесторы которые вкладывают в дело какое-то да например очень многие крупные фирмы не могли возникнуть без инвесторов например примеру компания бугу да но еще тепл подумать или яндекс вот такие известные да то есть была коллектив каких-то идеологов разработчиков они подумали вот там поисковую машину придумали да компьютер собрали один но чтобы серьезно запустить на рынок и нужны деньги да хорошие компьютеры людей на ней там все по серьезному было они находят инвесторов тем не вкладываются да сзади вот яндекс свое время не искали таких инвесторов которые не будут влезть это дело чисто получает прибыль но управлять нами не надо вот им такие инвесторы были нужны да и некоторые инвесторы еще лезут в управление как бы уже договориться да google точно также появился да фейсбук да вот такие монстры да и так далее у них была идея они знали что делать но не нужны у нас деньги было чтобы это раскрутить почти на серьезном уровне да вот ну и так далее вот это четыре основные категории как люди деньги зарабатывают да в принципе ты можешь выбрать любую что тебе ближе да но обычно люди советского прошлого вот находятся внутри этого да и они когда спрашивают а ты где работаешь они подразумевают куда ты ходишь с 9 до 6 утра с 9 до 6 вечера как с понедельника по пятницу ты ходишь куда нибудь а это не обязательно да потому что в советское прошлое были вот одна только эта категория вот таких категорий их в принципе практически не было это было запретно а вот когда у нас появилась рыночная экономика в принципе возможности для этого тоже появились да это не единственные да вещи которые есть еще там не знаю например то есть это основные 4 основные 4 да есть какие-то не знаю благотворительный фон например да например благотворительный фон кто-то да да там вверх к примеру помощь животным да дикой природе в принципе это вот даже сложно назвать что это да чтобы бизнесом тоже не назовешь ну может чуть-чуть на бизнес похоже да ну то есть они собирают какие-то пожертвования люди жертвуют какие-то проекты вот ну и разные есть еще там допустим религиозные служители да то есть они находятся там в церковь мечеть или что это да то есть они на каком-то обеспечении тоже вот сложно сказать в какую категорию они попадают это есть отдельные да еще отдельные да то есть священнослужители к примеру служители да ну может еще что-то есть что я не перечислил ну вот это основные моменты как люди могут деньги зарабатывать куда они будут брать в принципе они все возможны ты должен просто понять для себя что тебе ближе да вот я вот здесь тоже работал в этой категории и в банке я работал и в фирме работал и в армии я служил за зарплату офицерам но я понял что все таки вот мне вот пока вот здесь да пока здесь я конечно работаю и над другими ячейками этого квадранта но пока вот основное мы вот это занятие в принципе все официально ИП хочешь пенсионный фонд хочешь налоги то есть перед государством ты чист все как бы все в курсе кроме меня да все официально все бегально пенсия будет кто переживает на эту пенсию ну вот так вот такие дела и в последнее не стоит и в принципе все вот такие неприятные вот такие вот